Привет всем! На сессии Американского колледжа кардиологов были представлены первые результаты двойного слепого клинического сравнительного испытания эффективности алопуринола и фебуксостата при подагре. Это действительно первое исследование, в котором сравнивались два этих препарата. И что же оно показало? Оно показало, что оба препарата примерно одинаково эффективны в лечении подагры и что алопуринол никоим образом не уступает фебуксостату и к тому же не имеет побочных эффектов последнего. Эти результаты получили обсуждение на Медскейпе. И один из авторов данного исследования, Дональд Томас из Мериленда, обратил внимание на хорошо известное среди специалистов так называемое метаболическое магическое число в метаболизме мочевой кислоты. Это магическое число есть 6,8 мг в децилитре мочевой кислоты в сыворотке крови. Оказывается, всё, что выше этого числа, означает лишь одно, что каждый день вы буквально отправляете кристаллы мочевой кислоты во все места своего организма и таким образом способствуете бурному прогрессированию подагры. Касаясь результатов проведенного исследования, Дональд Томас говорит следующее. «Я всегда начинаю лечение моих пациентов с алопуринола, даже с хроническим заболеванием почек, потому что обращает внимание, что этот препарат является безопасным. Он начинает с очень низкой дозы, постепенно увеличивает её, и если есть реакционный препарат, только в этом случае он меняет его на фейбуксостат». В обсуждении результатов исследования доктор Томас обращает также внимание, что рекомендации Американского колледжа ревматологов по лечению подагры 2020 рекомендуют урата снижающую терапию начинать у всех пациентов с клиническими проявлениями болезни, с регионологическими признаками повреждения из-за подагры или в случаях её частых обострений. В качестве урата снижающей терапии первой линии опять-таки рекомендуется аллопуринол, в том числе при хронической болезни почек высоких стадий. Начинать рекомендуется с дозы в 100 мг в день и в случае хронической болезни почек даже 50 мг в день, или же фейбуксостат в дозе 40 мг в день, или в случае хронической болезни почек 20 мг в день с постепенным увеличением дозы. Стратегия управления лечением направлена на достижение целевого уровня уратов в свердке крови менее 6 мг в децилитр с тетрованием дозы препаратов. Вот такие рекомендации. Поэтому тем, кто боится аллопуринола, я рекомендую обратиться к этой статье и, возможно, она позволит развеять имеющее место сомнения. При этом обращаю также ваше внимание на суть магического числа, которая состоит в том, что если оно достигается, то ураты начинают откладываться в организме с вытекающими отсюда необратимыми изменениями органов. Поэтому откладывать с уратоснижающей терапией никак нельзя. И еще раз, что препарат первого выбора здесь это, конечно же, аллопуринол. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя и будьте здоровы!